самолеты не везде садятся для них нужна определенная полоса знаете есть боевые такие корабли дает для вертолетов на специальная посадка люди специальные я думаю что мы должны приготовить место для иисуса принять благословение друзья иногда мы просто не способны мы слышим слова мы имеем уши но не слышим по той причине что в на внутри нас обида и горечь описание говорит удалить и горький корень который возник тут не причине вреда послушай когда ты прикоснешься к богу ты будешь благословлять этот человек который был проклятием для всех которую просто негодяя он всех обижал он стал благословением гриб я нищим раздам и шел на улицу на начал раздавать деньги они просто в шоке мы хотим что подростки были с богом чтобы молодежь была с богом чтобы они сказали папа не уходи своему богу они на так не скажут если мы не дадим им пример чтобы тебя понять вообще детей и подростков и чтобы они были благословены тебе надо опуститься на ихний уровень иисус спустился вы знаете что мы детям своим должны говорить что не самые лучшие вы хотите чтобы наши дети были самые лучшие я верю в то чтобы быть благословенным нужно благословлять такое как бы простое откровение чтобы быть благословенным нужно благословлять надо говорить хорошие слова знаете когда был подростком я не был благословен и в мою жизнь никто не говорил хорошие слова, и поэтому благословения на моей жизни не было. Тема называется «Моя посадочная полоса» или как там «Аэродром для благословений». Знаете, есть люди такие, вот они вот маячат, чтобы самолет там правильно сел. Куда он там сел? Есть люди, которые занимаются тем, чтобы посадка была правильная и безопасная. Там остался один пенсионер, и который не ходил уходить со своей работы, но ему уже не платили денег, аэродром закрыли, и он не согласился уйти со своей работы и просто поселился там и жил, и ухаживал за аэродромом. Ухаживал там, красил эти полосочки, чтобы все работало. Этот аэродром работал, но никто туда не прилетал. И он жил-то год, два жил, три года. И тут он получил сигнал. Срочная посадка, аварийная посадка. И он там маяковал, маяковал, короче, и все, самолет сел, и он спас кучу жизней. Он просто согласился быть верным до конца. Его никто не понимал. Вообще, зачем тебе вообще там на этом аэродроме быть? А он там остался. Я верю, что, знаете, когда мы одни и остаемся верными, я верю, что мы можем сделать очень много. Бог может нас использовать. Давайте откроем книгу Луки. Писание говорит, что сокровища все мы носим в глиняных сосудах. Я думаю, почему Марию, этот ангел, который пришел, он говорит, ну, ты благословенна между женами. Почему он сказал, ты благословенна между женами? Почему он нашел именно ее? Я верю в то, что мы говорим о благословении, но Бог не всех благословляет. Не знаю, как бы. Я верю, что Бог не всех благословляет. Самолеты не везде садятся. Для них нужна определенная полоса. Знаете, есть боевые такие корабли, да, для вертолетов, там специальная посадка, люди специальные. Я думаю, что мы должны приготовить место для Иисуса, для Его благословения. Мы должны, мы говорим, что мы благословены, еще что-то. Ну, все понятно. Это понятно. Ну, как конкретно? Я хочу говорить, знаете, что благословение только просто так не приходит. И Мария была благословенна, потому что она говорила, спасибо, что ты посмотрел на меня, что ты презрел на меня. Ты хочешь, чтобы Бог презрел на тебя? Да. Она говорит, спасибо, что ты презрел на мою кротость. Спасибо, что ты презрел. Я верю, что Бог благословляет кротких людей. Я верю, что Его благословение, да, Он изливает дождь праведных и на неправедных, но именно Божьи благословения, они на голове кротких людей, праведных людей. И я верю в то, что люди благословенные, они рождают что-то благословенное. Знаете, когда она пошла к своей родственнице Елизавете, да, написано, как только она переступила порог, младенец там в животе у нее взыграл этот Иоанн Креститель, взыграл, и она начала просто говорить слова благословения. Она говорит, благословенно ты между женами. Она этого не слышала. Она не слышала, что ангел говорил. И дальше она продолжила. Благословен плод чрева твоего. Знаете, друзья, мы хотим так благословения, но так часто мы вообще не заботимся, что плод чрева наш был благословен. Мы хотим сами достичь этих благословений. Знаете, меня вообще цепляет вообще то, что касается подростков, детей. Меня вообще эта тема цепляет. Знаете, я был на похоронах, когда хоронили 15-летнего мальчика. Один раз. И я больше не хочу. Стояли родители, и мне надо было что-то говорить. И я как только собирался что-то говорить, я не мог ничего говорить. У меня просто все слова пропадали. И потом я вспомнил, что он проповедовал о Христе. Он в церкви две недели был. Две недели был. Знаете, в Библии написано, что родители собирают что? Я спрашиваю, что родители собирают. А скажите, мы говорим, что здорово, так что, ну вот, дети наши с Богом, а у кого вообще дети с Богом, а у кого не с Богом? Знаете, если по-честному, очень огромный процент ваших детей в миру, наших детей в миру, потому что мы для них собираем благословения. Мы для них собираем благословения. Я понимаю, что это неприятно слышать, но это факт. Это факт. Знаете, когда Иисус пришел, и женщина там к нему там что-то приставала, просила, говорит, пожалуйста, дочь мою исцели. Знаете, что он ей сказал? Говорит, я пришел к детям. Я, говорит, тебе если достанутся крохи, но я хлеб хочу детям принести. Что ты своим детям приносишь? Знаете, мы для всех себя раздаем. Мы отдаем всем все, у нас два нашим детям не оставляется ни крохи. Нет? Сколько времени мы проводим с детьми своими? Иисус пришел к детям. Он пришел прежде всего к погибшим овцам Израиля. И ученикам он показал детей. Ребята, говорит, если вы не умолитесь, как дети, он опускал их на определенный уровень, а мы хотим вперед. Но Иаков сказал, я пойду не так, как ты пойдешь. Я очень рад, что я встретил своего братана, который хотел меня убить, но я не пойду с тобой. Он что сказал? Я пойду как кто? Он у Иосава вырвал благословение, обманом вырвал. И он был благословен. Он мог пойти с ним. Там были накрыты столы, там были знатные люди, там было мясо, все было хорошо. Он говорит, слушай, я не пойду с тобой. Иди. Я рад, что я тебя встретил. Я рад, что ты меня не убил. Я рад, что ты принял мои дары. Но я не пойду с тобой. Я пойду, как пойду дети, и как дойный скот пойдет. Знаешь почему? А потому что дети нежные. А потому что дойный скот, пока он будет идти, он может просто растрясти, у него молока не будет, и мне нечем будет кормить детей. Он заботился о детях своих. О чем заботишься ты? Мы можем заботиться о своем личном успехе, о своем личном процветании. Друзья, мы должны застать сзади, чтобы толкать детей вперед. Толкать детей вперед. Знаете, что копают сверху? Мы хотим начинать сверху. Копают сверху в могилу. Для себя. Мы говорим, что под плод праведника он благословится, да? Мы говорим о том, что отец глупого, он не порадуется. А почему наши дети глупые? Да они просто сидят в интернете. А почему они сидят в интернете? А потому что у нас на них нет времени. Послушай, то, что ты больше всего прокачиваешь, куда ты вкладываешь, то и будет у тебя благословенно. То, куда мы вкладываем свое сердце, где наше сердце, там и сокровища. Мы вкладываем в какой-то успех, в какую-то популярность, еще во что-то. Иаков не искал это. Он говорит, я пойду, как пойдут дети. Знаете, одна девочка в интернете, корейка или китайка, ну, неважно. Не очень много времени проводила с родителями. И для нее так важно вообще мнение людей в интернете. Она просила просто совета. Дорогие друзья, посоветуйте мне. Говорит, так хочется умереть. Говорит, вот жизнь так достала. И она спрашивала. И ей советовали. И 70% ей насоветовали круто уйти из жизни. Круто ей уйти из жизни. 70%. Она убила себя. Она скинулась с этажа только потому, что ей написали. Ей посоветовали. Что ты говоришь своим детям? Что ты говоришь своим, ну, не знаю, духовным детям? Как ты их ободряешь? Знаете, это классно. Вот Ефремочкин приезжал. Все так здорово. Вообще бомба просто. Ты знаешь, что те люди, которые с тобой, это самые лучшие? Да? Пусть они косячат. Пусть они... Это твои. Они самые лучшие. И когда ребята вышли, я говорю, знаешь, если бы мне предложили пять Ефремочкиных, я бы вырвал тебя. Поймите правильно. не вообще... Я знаю, что он намного лучше поет. Намного... Но мне не нужен он. Твоя церковь, это самая лучшая церковь, там, где ты должен быть. Знаешь, я комфортно могу чувствовать у себя на каком-то продавленном диване. Слава Богу, что он не продавлен. Да? Мне комфортнее чувствовать. Знаете, было время, когда мы собирались, проводили подростковое служение в подвале. И это самое лучшее место, где я переживал Бога, где мне больше всего нравилось. Мне не так нравилось церковь, потому что там была своя атмосфера. Вот мальчишка, который пел сейчас, во сколько там, лет в 10, или во сколько он там, пришел в подвал и услышал о Боге. И его зацепило, и он ушел в мир, бухал там, что-то там. И каким-то образом, по прошествии у многих вод. Ты не знаешь, какое. И он приплыл, и вот он сейчас вот поклоняется. Он был худой, был у него там что-то там, желудком, плохо питался. А сейчас у него выросло все. И уже, даже те штаны, которые, я ему даю примерять, он уже, все, весь этот рост, он у нас на глазах. Слава Богу. Радуйся вообще детям своим. Дети это благословение. И вкладывай в них, вкладывай в них, где твое сокровище, там и сердце. Знаете, в Библии написано, что, да, там про мужчину мудрого, у которого дети, да, они как, как стрелы в колчане, да, и когда он выйдет, разговаривает с врагом, он говорит, вообще не будет бояться. Знаешь, почему? Потому что сзади будут стоять качки, не наркоманы, но поклонники. Знаете, друзья, я хочу, я вспоминаю свое подростковое, вообще все эти дела, как бы, и мне очень легко с этого низа, как бы, ну, потому что я помню, откуда я не спал. Тебе нужно помнить вообще, откуда ты не спал, кто ты вообще, кто ты, кто ты, не просто кто ты по жизни. Чтобы тебя понять вообще, детей и подростков, и чтобы они были благословены, тебе надо опуститься на ихний уровень. Иисус спустился. И знаете, друзья, когда Иисус уходил, еще не вознесся, написано, что Он их благословил, благословил, и после этого Он ушел и возносился у них в глазах. Он их благословил, говорит, идите. Он проводил с ними много времени, и если кто читал там в Библии, когда Он пришел там, они там уже на берегу ничего не поймали, Он пришел к Нему, говорит, дети, есть у вас какая-то еда вообще? Есть что-то покушать? Есть у вас что-то покушать? Ну, называл их детьми. Я думаю, что они были младше его, но не намного. Но он относился к ним как к детям. Как ты относишься вообще к тем людям, которые у тебя в команде? Это просто рабочий какой-то механизм. Или ты готов за них душу полагать? Написано, пастор добрый, он полагает душу. Они будут брать с себя пример. Просто будут брать пример. Если папа курит, допустим, ребенок тоже будет курить, даже если ты будешь ему рассказывать, что это неправильно. Вы знаете, что подростки и молодежь, они все обижены. Очень часто они обижены и не согласны вообще с родителями. И мы их очень часто не понимаем. Но в Библии написано, что мудро он привлекает души. Ты говоришь, что ты мудрый, но ты не можешь даже справиться со своим ребенком. Вы знаете, я свой подзатыльник дал конкретно. Она меня так достала, просто грубила. А кто вообще детей своих бьет? Подзатыльник кто дает? Ну честно, что никто не... Только я? А. Ну вот, 12 лет. Я дал ей подзатыльник. Дал подзатыльник. Она ушла в комнату, обиделась. И обиделся я. Ты не обижаешься на своих детей, когда ты их бьешь? Или когда ты их ругаешь? Ну, неприятно. И... Ну ты же сильный. Ты должен сносить немощи бессильных. И ты хочешь, чтобы твой ребенок был благословен. Но ты поступаешь, у тебя нету милости и прощения просто своему ребенку. Тебе проще просить какого-то наркомана, кто-то тебя ограбил там. Ты не прощаешь просто своего ребенка. Или она говорит, иди, вообще проси у нее прощения. Но я знаю, что я прав. И я понимаю, что он просто... И мне надо или наезжать на нее дальше, и продавливать ее как бы. А кто так делает вообще? Ну, доказывает. Никто не делает? Ну, это не Бог. Ну, это наши амбиции. Такие отцовские, где-то какая-то незрелость там. Но если мы сильные, мы должны с ним, и мы должны идти, как пойдут дети. Это очень важно. Спустись на уровень, просто сядь, посмотри, чем он там занимается, что он там смотрит. И просто скажи, вообще, так прикольно, что ты там нарисовал. Посиди со своим ребенком. Я зашел в комнату, пытаюсь с ним, она там пырхается, обнял ее, насильно как бы. Начал как бы это... Расспрашивает, что она там смотрит. Ну, вообще, ну, честно говоря, ну, неинтересно эти картинки, вообще неинтересно, что она там смотрит. Но я делаю вид, что мне это очень интересно. И когда я долгое время смирялся и терпел вот этот вот, ну, бред, она мне показывает, я говорю, ну, ладно, я пошел. Я понял, что я достиг своей цели, вроде все так, ну, как бы. И она меня схватила, говорит, пап, не уходи, пожалуйста. Ты что-то получаешь с этого? Мы хотим, чтобы подростки были с Богом, чтобы молодежь была с Богом, чтобы они сказали, папа, не уходи своему Богу. Они так не скажут, если мы не дадим им пример. Я учился в школе и учился очень плохо. Очень плохо. Я приходил в школу и знаете, что у всех подростков, ну, у большинства низкая самооценка. Ну, низкая самооценка. Если особенно там что-то с одеждой или еще что-то. Ну, короче, я был самого маленького роста. У меня было искривление позвоночника, еще что-то было. Я начал заниматься и пытался как-то утверждаться таким образом. И такое. Ну, внутри-то все равно, что вот эта самооценка осталась низкая. и все, все, что я знал, что я ни на что не гожусь. Если ты не прошел отвержен, твоих детей еще больше будут отвергать. Если мы не справляемся с обидой, мы не можем прилепить, ну, просто к этим мехам какую-то старую заплатку, она отпадет. Мы не можем набрать благословение, потому что ведро пробитое, оно протекает. Понимаешь, если ты обижен, какое благословение ты можешь получить от пастора, если ты обижен на него? А с него течет, а у тебя пробоина просто, он тебя обидел, подойди к нему, надо залатать что-то, примирись или с кем угодно. Если мы приближаемся к благословенному, я верю, что в нашей жизни течет благословение. Знаете, этот негодяй, как его там звали, маленького роста? Закхей, да? Паршивец такой, как бы, ну, негодяй, но в его сердце, мне так нравятся вообще паршивцы, ну, в хорошем смысле, ну, именно плохие люди нравятся, плохие люди, потому что, знаешь, они самые настоящие, у нас есть два таких, мы даже их иногда так называем, но они самые искренние, с ними легче работать, я думаю, что Иисусу с такими легче работать, на них легче излить свое благословение, им даже легче смиряться, потому что сильно умным, им тяжело принять благословение, он настолько был негодяем, но в его сердце было смирение, он побежал, он маленького роста, залез там, ждал Иисуса, Иисус почувствовал импульс, просто он принял, так, Захей, давай, к тебе домой сейчас идем, я буду с тобой кушать, я буду с тобой кушать, Иисус не пошел, ни к пастырю, ни к служителю, ни к епископу, он говорит, я к тебе пойду, пошли, и все начали сразу роптать, так он же ж негодяй, он же ж всех на деньги развел, он у всех все позабирал, все имение, как только он посадил Иисуса за стол, он начал с ним разговаривать, говорит, Иисус, Господь, он назвал его Господь, говорит, я, говорит, бедным раздам половину имения, до этого у него такого не было в голове вообще, знаешь почему, потому что он прикоснулся благословенным, он что-то захотел, послушай, когда ты прикоснешься к Богу, ты будешь благословлять, этот человек, который был проклятием для всех, который просто негодяй, он всех обижал, он стал благословением, он говорит, я нищим раздам, они просто в шоке, он вышел на улицу, начал раздавать деньги, они просто в шоке, знаешь что, эти люди все пришли, скорее всего, ко Христу, знаешь почему, потому что он был благословен, потому что в его сердце было смирение, он мог принять благословение, друзья, иногда мы просто не способны, мы слышим слово, мы имеем уши, но не слышим по той причине, что внутри нас обида и горечь, описание говорит, удалите горький корень, который возник, кто в непричине вреда, он и сам понимал, что он негодяй, ты понимаешь, что ты негодяй? Я спрашиваю, ты понимаешь, что ты негодяй? Кто понимает? Бог избрения, из твоего негодяйства, он говорит, я возвышаю нищего и поставляю царями, Богу легче работать, будь глиною в его руках, будь глиною в его руках, Бог говорит, я из грязи, избрения, вообще из ничего поднимаю нищего, аминь, ну так вот, первое он сказал, я отдам половину умения, я раздам, потому что для меня ценно, чтобы люди меня не проклинали, знаете, нам вообще по барабану, что люди нас проклинают, мы кучу кому всем должны, кого-то кинули, и нам все равно, мы хотим, чтобы Бог нас благословит, не благословит, ты веришь в это? Не благословит, если кому должен, я, говорит, половину отдам, а, говорит, если я кому-то что-то должен, я отдам вчетверо, я отдам вчетверо, что с ним произошло, что Иисус ему сказал, говорит, к тебе очень близко, Царство Божие, все, все, у него поменялось, просто все файлы поменялись, его сердце полностью изменилось, из негодяя он встал в пастыря, в служителя, в даятеля, мне очень нравится вообще его позиция, знаете, я верю, что люди, которые не справляются с обидой, они не получают никакого благословения, просто в жизни какой-то стопор, и все, и просто, знаешь, как крышка, люка закрыта, знаете, Писание говорит, чтобы мы вообще за сердцем своим наблюдали, вникали, что там вообще в сердце, я так подумал, я вообще сравниваю сердце наше с выгребной ямой, знаешь, почему, потому что я был там, я залазил в выгребную яму, не один, не один, лучше туда залазить со служителями, и я понимаю, что те люди, которые не боятся грязной работы, они и в духовном плане не побоятся грязной работы, знаешь, у нас была выгребная яма, она и есть, какое-то время она не заполнялась, не заполнялась, все туда ходили, у нас много людей, этот вопрос никак не контролировался, короче, она просто не заполнялась, и твое сердце, оно просто всех любит, просто, ты всех любишь, туда заливается все, и оно каким-то образом, ну потихонечку уходит, уходит, ну и все хорошо с твоим сердцем, ну проходит ты год в церкви, два года в церкви, три года в церкви, что происходит с твоим сердцем? Бог говорит, я насадил тебя как благородную лозу, ты был благословением, но сейчас-то тебя начинает вонять, знаешь, я приехал с конференции, и я вижу, что, я просто определял, что яма наполняется, что с нее начинает течь, да, Писание говорит, от избытка сердца говорят наши устать, то же самое с нами, написано добрый, из доброго выносит злой, да, если ты наполнен дерьмом, оно с тебя будет лезть просто, ну рано или поздно, вот с этой ямы начинало тепло, я занервничал, почему, потому что проблема не только во мне, у меня соседи внизу, и все течет судя, и сосед вышел, говорит, ну что тебе денег дать, ну начал там это, я говорю, да все нормально, что-то будем делать, как бы, ну, так и подпортил немножко настроение, но я понял, когда я наполнился, ну, когда в моем сердце я наполнил чем-то, я порчу всем, ну, все порчу, да, ну, это не благословение, и надо было делать что-то с ямой, то есть с моим сердцем, да, с твоим сердцем, да, я хотел вызвать, мы начали звонить, там, что-то добавлять хотели, там, какие-то бактерии, чтобы все там разъедало, потому что, а почему яма не уходила, потому что там ил, насобирался за какое-то время ил, от всех этих делов, мытья посуды, и всех этих хождений, это люди, с которыми ты общаешься, они в твою жизнь ходят, да, ну, твоя задача, как один пастор говорит, кто-то там, короче, какой-то Рик, он говорит, ты должен быть как этот, как унитаз, всегда беленький, к тебе на прием пришли, сделал, чик, следующий пришел, следующий на прием, ну, и я думаю, это реально здоровское откровение, водичка должна быть всегда, ну, в порядке, и там все такое, это пасторское служение, или лидера служения, ну, как бы, ты должен всегда быть чистенький, а прикинь, тебе пришел один человек, да, а воды нету, другой человек, третий человек, я думаю, что люди просто, ну, уже издалека будут чувствовать, и не захотят просто к тебе идти на прием, просто с тобой общаться, мы Христово благоухание, и за своим сердцем мы должны смотреть, чтобы там было благословение, да, мы должны следить за своим сердцем, ну, так вот, мне нужно вызвать было какую-то технику, денег не было, денег не было, мне нужно было вызвать вот эту вот машину, которая высасывает, есть машина такая, илосос называется, илосос, ну, оно вытягивает ил, да, как бы, и как бы вроде все нормально, илосос, илососа не было, но зато у меня было два Ильясоса, два Илюхи были, и еще один, и еще один, ну, Тимасос может, я не знаю, ну, ты можешь назвать их как угодно, эти люди могут помочь тебе, да, я их вызвал, они прилетели, я становился вот так на колено, в смирении, вычерпывал это все, иногда ведро падало, и это брызгало все мне на лицо, знаешь, ну, мы трудились, и мы добрались до дна, четыре с половиной куба, мы вручную просто выкачали, бесплатно, потом мы залезли вниз, мне лицо все аллергии обкидало, потому что газ такой, короче, ну, я понимаю, это все, что наделали служителя, там, все, 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 вот эти вот, все, вся команда, все эти молитвенники, я понимаю, что это все они наделали, я убрал этот, мы начали убирать весь этот ил, да, и время уже приходило, ну, вечерело, и чтобы там работать, ну, я провел туда свет, летучку, я говорю, да не надо, я провел туда свет, свет, я подключился к дому, и провел туда свет, кинул летучку, и мы дальше работали, и мы углублялись, углубили еще на несколько, потому что, вот такая белая глина, она была просто пропитана этим жиром, для чего это делал, царство Божие, оно усилием берется, и с нашим сердцем, с ним вообще очень сложно работать, и туда нужно добраться, прям туда, до конца, и раздолбать, короче, все, вот этот жир весь снять, весь этот налет, который налетел, в течение жизни твоей, в течение твоего служения, ты знаешь, что мы все заиливаемся, периодически, кто в это верит вообще? Я верю, потому что, ну, такое бывает, ну, не то, что бывает, но постоянно бывает, тебе нужно сыпать туда, какие-то бактерии, которые будут раз, раз, ну, этот жир съедать, чтоб, чтоб не задерживалось, знаете, мы советовали с одним человеком, по этим всем делам, он говорит, вам надо геодезиста, чтоб найти там, где это, подземная река, короче, ну, уже яма есть, когда подземная река, надо уже, он говорит, вот у меня 8 лет, короче, она просто куда-то уходит, просто куда-то уходит, друзья, нам реально нужна подземная река, чтоб вся, вся гмутина просто уходила, или просто трудиться над своим сердцем, если не уходит, нам нужно трудиться над своим сердцем, благословение, которое Бог нам хочет дать, оно не всегда выглядит, как бы ярко, и так привлекательно, да, вот, но, Мария вообще не понимала, что с ней, как бы, Богу просто нужен правильный сосуд, правильный сосуд, смиренный сосуд, почему он не налил там, в какой-то золотой, да, он нашел ее на Марию, потому что она была смиренная, кто там, Елизавету нашел, да, потому что у него муж старый был, да, они были им неплодные, две женщины встретились, две, как это сказать, одна молодая, потому что мужа не знает и не может родить, другая старая и бесплодная, ее знаете, как называли, у нее просто кличка была, бесплодная, вот прикинь, у тебя кличка, тебя как зовут, Серега бесплодный, там, Елена, там, бесплодный, да, просто, ну, знаешь, мы можем не говорить это о себе, как бы, но внутри ты это принял, ну, я когда в школе учился, я таким образом о себе и мыслил, ну, я двоечник, у меня ничего не получается, и с учителями у меня плохие отношения были, ну, знаете, у меня была одна учительница, я всех учителей, все клички помню, все клички помню учителей, ну, они не очень такие хорошие, ну, без матов, но просто плохие клички, почему, и каждая кличка отображала ее, ну, или внешности, там, ну, как бы, была учительница, но была одна учительница, которая настолько уважала, я не просто кличку, я ее уважал, знаешь, почему? Потому что она девочкам покупала компот, я знал, какая у нее, ну, я понимаю, что у нее зарплата копеечная, компот и булочку, Елена Тарасовна зовут, у меня контрольный диктант был, я у нее писал, ну, скорее всего, она меня любила, я в контрольном диктанте написал, я очень старался, 23 ошибки я сделал, это максимум, и я, знаете, я пытался читать, что я написал, но я понимаю, что я, я не знаю, как она читает, но я даже сейчас, вот я написал, вот что я тут написал, я же не могу прочитать, ну, я, ну, вот так примерно там, иногда не прочитывал, но я верю, что Бог, Он избирает немудрое, да, это здорово вообще, так что у тебя есть шанс, у тебя есть шанс, тебе нужно просто смириться под его крепкую руку, и чтобы Бог из тебя создал, так вот, Елена Тарасовна, я переписал диктант, говорит, Вова, старайся, я говорю, я уже так постарался, старайся еще, я еще больше старался начал, я, я написал, 18 ошибок, следующий, ну, это же диктант, говорит, вот, я тебе ошибки написал, ну, просто, говорит, ну, просто перепиши, и сделай, как я тебе, просто напиши, я хочу, чтобы ты, ну, чтобы все нормально у тебя было, чтобы я тебе там, 18 ошибок, говорит, Вова, ты молодец, садись, три, говорит, ты молодец, я ушел оттуда молодцом, я ушел оттуда молодцом, и я любил ее, ну, и, я ни один урок не учил, ну, к ее, на ее урок я хотел приходить, нам нужны люди такие, нам нужны такие пастыря, я заучивал все стихотворения литературы, я, я полюбил литературу, я полюбил литературу, а зачем ее полюбил, потому что я полюбил Елену Турасовну, друзья, нам нужно познакомить наших подростков с Богом, с Богом, чтобы они полюбили Его, они будут просто, знаете, когда я пришел к Богу, я читал числа, я нифига не понимал просто, и меня раздражали тетки вот эти, которые на ячейках, они поют, я буду славить, как добит, они стояли отморожены, они так раздражали меня, я не хочу никого обидеть, меня мама пригласила на ячейку, но я так, я просто смотрел с ненавистью, я просто ненавидел их, я просто ненавидел, я понимаю, что они не настоящие, просто я, я так, молодежь так чувствует фальшь, ты им не расскажешь, не дурить им вообще подростков, своих детей не дурить, они все чувствуют, они чувствуют, они еще чистые, у них еще не заилился, не заилился, они чистоту чувствуют, они искренне чувствуют, Писание говорит, что у вас много кого, учителей, а мало отцов, Значит, что? Дефицит в отцах. Я хочу, чтобы мы были благословенны. Не то, что я хочу. Я хочу, чтобы у меня в церкви меньше было учителей, больше отцов. Те люди, которые вмещают. Я не против учителей, которые говорят правильные вещи. Но знаете, друзья, я знаю, когда спрашивали одного подростка, говорят, что ты запомнил из проповеди? Я запомнил, что пастор меня обнял. Все, это самая большая твоя проповедь для него. Твое прикосновение просто. Ты купи ему просто булочку и компот, и он будет слушать тебя. Не веришь? Я спрашиваю, не веришь? Я знаю, я слушал. Я просто учил эти стихотворения. Я просто знал, что я приду, и я не хочу опозориться перед Еленой Тарасовной. Мне очень было важно, я так хотел ее порадовать. Я везде был плохой, но у нее на уроке я был самый лучший. Я везде был плохой, но у нее был хороший. И она любила меня. Говорит, я знаю, ты хороший человек. Ей мама там рассказывает, что он там пастором стал, еще что-то. Говорит, я знал. Он хороший. Знаете, я верю, что смирение или прощение дает нам возможность просто выжить. Дает нам возможность выжить. Когда мы не прощаем, знаете, ну, почему подростки, они вообще такие максималисты? Вы знаете, что когда человек готовится к самоубийству, ему ничего не надо, он раздает все свои вещи. Просто он становится очень добрым и раздает все, ему ничего не надо. И знаете, иногда такие, ну, вот, подростки, бунтари, им все по барабану. Ну, просто по барабану, все. Они бунтуют внутри, знаешь, почему? А потому, что им не хватает любви. Написано, в последнее время охладеет любовь. Что люди будут в последнее время, я думаю, что такая же фишка и в церкви. Более сластолюбивы, чем? Чем боголюбивы. Друзья, мы должны просто любить. Написано, потому, знаете, что вы мои ученики, что любовь между вами. Знаете, на меня отпечаток отложил просто эта мирская учительница, у которой была просто любовь. Отложила она всю жизнь. У меня была встреча просто на короткое время. Я этого человека просто видел, просто как он ведет себя. Это еще лет 18, наверное, назад был такой пастырь МС, может, кто-то знал. Такой, с Библией она светится в темноте, он ходит. Такой вот человек 45 лет, похож на клоуна. И он еще хотел себе эту... Ну, пирсинг, говорит, Бог мне открыл. Я не знаю, ну, как бы... Он выглядел странно очень, очень странно. Но когда он говорил, меня просто укрывало. Он говорит, мне Бог дал откровение покрасить волосы в синий цвет. В синий цвет. Я, говорит, я был лидером прославления. Если у лидера есть откровение покрасить волосы в синий цвет, что ты сделаешь? Если Бог ему сказал, для чего? А у него была цель. Он говорит, я вышел со служения, я вышел со служения. Я вышел и вышел в пиджаке, я был красивый, в лакированных тухлях. Я был нормальным человеком, я нормальным верующим был. Я вышел. Я увидел, как с клуба выходят подростки. Говорит, меня просто оборвало, просто. Мое сердце, оно просто выскочило с меня, оно полетело к ним. И все. Его жизнь, его внешность полностью изменилась. Просто изменилась. И когда он брал вот этих вот матюкающихся байкеров, говорит, ребята, вот это церковь. Давайте встанем за руки. Давайте сейчас будем молиться. Они слушали его? Я вообще не понимал. Я понимал. Он просто делает такую атмосферу. Это человек. Писание, где не ступит нога праведника. Там место свято. Мы должны нести атмосферу. Мы должны в своих церквях нести атмосферу, ну, любви. Он говорит, мы на этом месте. Говорит, давайте просто помолим. Ну, такие вещи простые, говорю. Вообще простые. Очень простые вещи, говорил. Но он всю ночь просто был с молодежью. Он там что-то колбасился, что-то говорил им, проповедовал. И они каялись. Почему? Он тоже платил? А он платил цену. Друзья, мы должны на самом деле платить цену. Каждый в своем, скорее всего. Но наши дети, это очень важно. Знаете, мы можем весь мир приобрести. Весь мир приобрести. Пойти с Исавом, да, там, ну, как бы быстренько, как бы поближе туда. К благословениям поближе. Все же Бог разрешил, как бы. Можете, надо встать сзади и просто толкать. Толкать. Пусть тебя не видно будет. Начинай толкать. Я верю, что когда мы благословляем кого-то, автоматом благословение приходит на нас. Все, что мы сеем, сто процентов. Иисус не себя проталкивал. Он говорит, ребята, говорит, ну, я, говорит, вообще не хочу, чтобы меня вообще кто-то знал. Он учеников вперед толкал. Он учеников вперед толкал. Если мы хотим, чтобы у нас были ученики, с ними нужно просто проводить время. В них нужно просто вкладывать. И тогда нас будут окружать не проклятые люди, не которые с тобой соперничают, а которые будут в твоем, в одном духе. Нам нужно приобретать друзей. Написано мудро, он приобретает души. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok